Есть понимание, что Россия же все равно будет пытаться находить себе каких-никаких союзников. Ну, мы видим иранские беспилотники над акваторией Черного моря и понимаем, что Иран в игре, так или иначе. В икре. В икре, да, игра в икре. В икре, в икре. У них очень хорошая икра, лучшая в мире черная икра в Иране, поэтому Иран в икре. А в икре или он, трудно мне сказать. Да, и есть, вот здесь мы совсем мало точно понимаем, но есть же Северная Корея, и это вообще какая-то параллельная галактика. У вас вот чисто по-человечески, вас не тревожат подобные тандемы Иран, Корея, Северная Россия? Нет, не тревожат. Северной Кореи нет по факту, это Китай. То есть, если не будет Китая и немножко России, не будет Северной Кореи. Это не самостоятельный анклав с кучей голодного населения, обдолбанного, и там только фитиль подожги, чтобы Южная Корея туда вошла и сразу забудут про все ракеты. Им бы наесться досыта, а риса нет. Что касается Кадырова, да, вы сказали? А вот про Кадырова, да. Кадыров давайте вот... А, союзники России. Вы сказали, союзники России. Ну, у нее серьезные союзники, конечно, на международной арене. Это Зимбабве, Никарагуа, целый ряд африканских стран. Это очень серьезные союзники. При произношении стран этих я испытываю внутреннюю дрожь. Да, ну, здесь, собственно, было бы удивительно, если бы было бы по-другому. Но вот, если уже о Кадырове, Дмитрий Ильич, вот Кадыров же вот в свете мобилизации, в свете того, что сейчас происходит. А я продолжаю вот сейчас следить, и то, что происходит в Дагестане, ну, вот прямо сейчас сложно предположить, к чему это идет. Потому что Дагестан, по факту, из всех протестных акций за эти четыре дня, ну, это пока самое-самое такое вопиющее неповиновение Путину. Но вот что здесь интересно в неповиновении Путину? Потому что 15 сентября первый, кто вот так вот самовольно сказал открыто по поводу мобилизации, это был Кадыров, который призвал в буквальном смысле глав регионов начать самомобилизацию, не дожидаться официального приказа и пойти на опережение и организовать вот эту самозначить. И что происходит вчера? Кадыров единственный, кто точно так же самовольно отменяет мобилизацию себя в Чечне и говорит, что мы не будем участвовать, потому что мы перевыполнили план на 254 процента, и Чечня уже отдала все, что может, даже большее, поэтому Чечня не принимает участие в мобилизации. Ну, то есть это вы понимаете, что за этим? Конечно, понимаю. Виолетта, что происходит по факту? Путин, воюя, решает параллельно еще целый ряд задач. Начнем с вооружений. У него же со времен Советского Союза в России забиты склады вооружением. Старым, советским, прогнившим уже, но забиты. Утилизация этого вооружения стоит очень дорого. Это же не Украина, где склады планомерно взрывали. Они не сами взрывались, их взрывали. Российская агентура, помноженная на тех наших военачальников, которые продавали оружие с этих складов и заметали следы. Там интересы сходились от русских, которым было интересно, чтобы Украина ослабла и у нее не было складов с вооружением, до наших воров, которые находились в Министерстве обороны в течение всех лет независимости и продавали оружие направо-налево. И налево-направо тоже. Поэтому у него вот утилизация складов. Он думает, о, здорово, во время войны сначала я буду бросать вооружение старое. Он же начал со снарядов старых советских этих. Он решает задачу утилизации старого вооружения, боезапаса. Первое. Теперь дальше. У него есть понимание, что не надо бросать в бой против Украины в первую очередь жителей столиц Москвы и Питера. Почему? Теоретически это может вызвать недовольство, а значит и протесты. Крайне важно. Он понимает, что революции начинаются в столицах всегда. Это так исторически сложилось. Я не верю в революцию, которая придет в Россию из Хабаровска. Ну вот сколько ходили за фургала губернатора, там месяцами ходили. Ну ничего не произошло. Где Хабаровск, где вся Россия? Только Москва и немножко Питер способны поднять революцию. Поэтому что он делает? Он говорит, давайте не призывать их, не трогать. Пусть Москва и Питер живут прежней жизнью. А жизнь в Москве, слушайте, ну это один из самых богатых городов мира. Москва это наряду с Нью-Йорком столица мира. Это фантастический город, где из фонтанов бьет не вода, а деньги. Потому что все наворованные деньги России стекаются в результате в Москву. Поэтому из Москвы, из Питера мы не видели даже во время первых месяцев войны практически никого. А кого мы видели? Мы видели бурятов, дагестанцев, чеченцев, якутов и другие нацменьшинства, которые не жалко Путину бросать в бой. И тут он решает вторую задачу, очень важную задачу. Он чистит Россию. Они же русские нацисты, он и его окружение. Они думают так, чурок, они их называют чурками, я в этом не сомневаюсь. Они нацисты. Для них что таджик, что казах, что грузин, это все чурки. Они так воспитаны, они всю жизнь так жили. Мне Саакашвили рассказывал, у него было много переговоров с Путиным. Он был Путину очень интересен, какой-то другой человек, не такой, как остальные. И он ему говорит, Путин говорит Саакашвили, я пацаном был, голодный, в холоде. Проходили мы с ребятами мимо ресторана Арагви, а там ваши грузины лапали наших телок, сидели, жрали от пуза, деньги им давали, бросали деньги, а мы голодные. Вот этот комплекс, в нем жив до сих пор, безусловно, потому что все наши комплексы из детства родом. И поэтому эта фашистская клика российская, она параллельно решает задачу очистки России от инородцев, от нацменьшинств. Россия для русских, это их извечный такой лозунг, поэтому обратите внимание, они бросали в бой в первые месяцы не русских в первую очередь, а бурятов, чеченцев, якутов, дагестанцев, татар. Слушайте, мы же видели, я держал в руках сканы личного состава, как она называлась, эта дивизия из Бынакска, по-моему, из Дагестана. Ну, там одни дагестанцы практически, то есть руководство русские, а дальше чисто национальный дагестанский состав. Ну, Дагестан многонациональный, там лакцы, лезгины, там аварцы и так далее. Очень много национальностей. И он думает так, ну давай, что там, бурятов не жалко, якутов не жалко, чеченцев не жалко. Мало они наубивали чеченцев. 150 тысяч чеченцев полегло во время двух русско-чеченских войн. Так они еще, этот многострадальный народ, сюда, давай в Украину, если перемолоть это, так не жалко. А русских пожалеем. Из той же оперы, то, что Пригожин, его дружок, миллиардер сраный, который командует ЧВК Вагнер, он лично по зонам ездил. То есть мне говорят сейчас, что 10 тысяч зэков поставили под ружье, благодаря Вагнеровскому этому Пригожину. 10 тысяч зэков. А почему он это делает? А зэкам не жалко. Ну, убьют, да и хер с ним. А так тюрьмы переполнены, тюрьмы разгрузим. Человеческий, он так думает, говноматериал этот человеческий, тоже туда. Украинцев постреляют, отлично. Этих застрелят, не жалко. Вот так он рассуждает. И поэтому в национальных республиках, в которых тоже это хорошо понимают, начинается протест. Посмотрите на Бурятию. А сегодня бывший президент Монголии, там у них граница протяженная, он сказал, что Монголия, братья буряты, переходите границу, спасайтесь, мы примем всех. Бывший президент Монголии заявил. Монголия, кстати, Монголия процветающая страна, между прочим. Дальше, значит, в Бурятии протесты, в Якутске вышли женщины танцевать национальный танец в знак протеста. В Дагестане вообще фантастишь. Я разместил у себя в Инстаграме видео, как перед обычным военкоматом в Дагестане. Женщина в военкоматом вышла и говорит им, давайте там в стиле русских пропагандистов. Они бунтуют, они не хотят идти воевать. Не хотят идти воевать. Потому что уже много гробов в Дагестан пришло. Они уже видят все. И это не их война, они это понимают. Одно дело, знаете в России, что сейчас думают? Ну, одно дело, если контрактники таким платят бабки. Если этот лох хочет за эти бабки продать свою жизнь, ну пусть идет. А я-то тут при чем? А теперь оказалось, а, всем. А мы-то тут при чем? Это не наша война. Нам за Путина, за его дачу в Геленджике идти. За этого бункерного, выжившего из ума дедушку. Поэтому в Дагестане сегодня вообще фантастика вышла. Человек 100, наверное, не отдают своих призывников мобилизованных. И милиция стреляет в воздух уже, полиция стреляет в воздух. И там столкновения начались в Дагестане. Я пользуюсь случаем, я знаю, что меня в Дагестане смотрят тоже. Я пользуюсь случаем, обращаясь и к дагестанцам, и ко всем в России, кто меня смотрит. Не идите на убой. Вас гонят как быдло, как скот, для того, чтобы вы нашли тут свою смерть. Не идите сюда. У нас новейшее оружие, натовское вооружение. Мы будем убивать всех, кто придет на украинскую землю. Вы будете приезжать домой в пакетах. Вас не будут узнавать ваши родственники. Не идите, протестуйте, выходите на улицы. Этому деду недолго осталось. Теперь вернемся к Рамзану Кадырову. Рамзан Кадыров прекрасно понимает, что он руководит очень пострадавшим народом. Чеченцы, как и ингуши, как и калмыки, как и крымские татары, во время Второй мировой войны еще были переселены со своей родины. Кто на север, кто в Казахстан, кто в Среднюю Азию, куда угодно. То есть целые народы снимали с насиженных мест стариков, женщин, беременных детей. Снимали и перевозили в теплушках, как скот. В результате чего многие гибли уже в теплушках, не доезжая до мест назначения. Чеченский народ потерял десятки, если не сотни тысяч своих детей. А потом, когда чеченцы захотели стать свободными, ингуши, потом пришла эта оголтелая русская орда и устраивала страшные вещи. Убивали людей, мирных жителей, селок, кишлаки. Ну, кошмар, что творилось. В памяти чеченского народа это живо. Ничего, кроме ненависти к русским, чеченский народ не испытывает. То, что временная ситуация такая там спокойная, это говорит лишь о том, что Путин просто платит дань чеченцам, дает им деньги за то, чтобы они не протестовали. Но сейчас, когда чеченцев начали убивать в Украине, они задаются вопросом, да что же это происходит? Почему нас? Почему не русских? Почему с Москвы он не отдает на убой? Почему нас? Рамзан Кадыров прекрасно это понимает. Рамзан Кадыров видит, что ничего не происходит на фронте, что не удается Украину сломать. Он понимает также, что у него есть верные штыки, на которых он держится. Но если их отправить на фронт, их могут убить, у него ослабеют его позиции внутри Чечни. Тут много факторов. Поэтому он поднял свой голос против Путина фактически. И я не удивлюсь, если он первым возглавит выход Чечни из России. Я не удивлюсь. Я вот сразу говорю, не удивлюсь. У него большие связи в арабском мире. И я думаю, что если Путин ослабнет еще больше, первым, кто скажет, Россия не страна, не государство, и мы выходим, будет Рамзан Кадыров.